Друзья, всем привет! Сенсационная новость! Димаш Кудайберген порадовал нас грандиозным сообщением о возобновлении живых выступлений. Друзья, официально подтверждаю то, что я прилечу на конкурс «Новая волна», где приму участие в качестве члена жюри и гостя. До встречи! Да, такого еще не было ни разу, чтобы Димаш сообщал точно о своем участии в мероприятии за столь немалый срок до его начала. Скорее всего, артист соскучился по своим дорогим или просто начитался добрых комментариев под нашим видео о проведении «Новой волны» еще от 10 апреля. Международный музыкальный конкурс «Новая волна-2021» пройдет в Сочи в Нью-Лейв-Холл с 19 по 25 августа. 21 и 22 апреля уже состоялся полуфинал конкурса. В составе жюри работали музыкальный продюсер «Новой волны» Анастасия Мухина, режиссер конкурса Александр Ревзин и председатель жюри «Народный артист России» Игорь Крутой. По итогам двух дней были выбраны финалисты, которые выступят в Сочи на сцене «Нью-Лейв-Холл». Среди них группа «Мезо» из Казахстана. Нас выбрали как представители от Казахстана. Очень печально, что кастинг не прошла, бэк-вокалистка и автор песни Димаша Джордан Аракелян. Со слов Джордан, она несколько переволновалась на кастинге. В это трудно поверить, учитывая то, на скольких концертах она пела с Димашем и какой огромный опыт у нее за плечами. Получается, друзья, вот такой высокий уровень участников «Новой волны». Или тут были возможны какие-то другие варианты? Как вы думаете? Лично нам жаль, что выбрали не Джордан. Все-таки ее участие в мероприятии было бы достойной благодарностью за все ее труды в команде Димаша и прекрасный вокал. А также благодарностью ее мужу, саунд-продюсеру Димаша Ерлану Бекчури. Но что поделать? Вот такой жесткий отбор конкурсантов у «Новой волны». Организаторам виднее, кто должен представлять Казахстан на таком высоком международном конкурсе. Обратите внимание, что на «Новую волну» отобраны участники из всего бывшего Советского Союза. Игорь Крутой, как организатор, хочет, чтобы все народы дружили и, несмотря ни на что, выступали, как раньше, на одной сцене. За что маэстро огромное спасибо. Благодаря его настойчивости и авторитету в такое трудное время все-таки состоится этот радостный праздник песни. Как вы знаете, на сегодняшний день из-за проблем с карантином уже отменили Грушинский фестиваль. Большой музыкальный фестиваль «Дикая мята в Туле» и даже сумасшедшее ежегодное нашествие. Все указанные мероприятия не спасло даже то, что они проводятся на открытых площадках. Димаш Кудайберген, Казахстан. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые сыгры. В этом году мы фестиваль запланировали с 14 по 19 июля. Это как раз-таки будет такая, наверное, планка, к которой они должны идти. Алина Адзара, Сергей Пенкин, Михаил Голостян, Алексей Петрухин, группа «Губерния», Вахтанки Кабидзе, Леонид Пташка, Димаш Кудайберген, Олег Винник из Украины и другие коллективы. Заметьте, что организаторы «Славянского базара» тоже объявили об участии Димаша в концерте. Но ни Димаш, ни его продюсер Канат Айтбаев пока никак не отреагировали и не подтвердили участие артиста в мероприятии. И, конечно же, не хотелось бы, чтобы последние тревожные события в Беларуси повлияли на проведение концерта. Но вернемся к новой волне. Тут Димаш будет представлен не только как выступающий, но и как член жюри. Уж кто-кто, а он, как талантливый профессиональный певец с высшим образованием, может оценить молодых конкурсантов и положительно повлиять на их карьеру. Итак, друзья, давайте поблагодарим Димаша за отличную новость о его участии в новой волне, а также Игоря Крутого за настойчивость в организации международного и всеми любимого конкурса. Друзья, всем большой рахмет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Димаша Димаша